АИ-95 – одна из самых популярных марок бензина. В начале недели всех автолюбителей потрясла новость. Цена этого топлива на бирже возросла до исторического максимума. Таких показателей не было никогда. Даже в эпоху кризиса 2014-2015 годов. Спрос на такой бензин продолжает расти и догоняет даже народный 92-й. Только цифры на табло заправок совсем перестали устраивать водителей. В последнее время вроде маленько было стабильно. А сейчас опять, говорят, будет, да, поделать полотно? Все равно будете ездить на машине? Даже если вы на даче на 15% взяли? Да, буду. Просто нет выбора. Работа связана с машиной. Все равно будете заправляться, даже если? Куда едино? Ездить-то не надо. Живу на даче в самоизоляции. А здесь вот сейчас приехали, продуктов набрали. Ну и все, сейчас обратно уедем. Стоимость тонны бензина АИ-95 на торгах Питерской международной биржи 56 700 рублей. И крупным нефтеперерабатывающим заводам в такой период легче. Из-за собственного запаса есть время сдерживать цены на ГСМ. Но даже у нас в Иркутске на заправках можно увидеть резкое подорожание этой марки бензина. Где-то на 45, а где-то и вовсе на 80 копеек. У нас пошел рост, но не на такой процент, как поднялась цена на автовой бирже, потому что все равно у нас ценник от биржи до заправки, он проходит определенный лаг по времени. Сначала будут продаваться, условно говоря, старые запасы, плюс-минус, еще более дешевые. А дальше будут, собственно говоря, уже новые, более дорогие. И если срочно никакие меры приняты не будут, то к 30 июня можно ждать еще больше взлетов. Российские эксперты отмечают, что пока причин для снижения цены нет. Ведь на рынке дефицит бензина АИ-95. И если ситуация не изменится, то к концу июня стоимость взлетит на 10-15%, что сильно ударит по карману конечного потребителя, то есть нас. Судя по количеству автомобилей на этой улице не в самый час пик, можно сделать вывод, что отказываться от личного транспорта никто не собирается. Люди ради собственного комфорта готовы платить больше. А вот насколько больше придется платить, пока неизвестно. Неизвестно и изменится ли ситуация на бирже в сторону потребителя. Но пока цены на заправках продолжают расти.